Первые же минуты Олимпиады, даже до этого, засветились сразу несколько весьма себе уважаемых и политкорректных французских телеканалов, которые прямым текстом так и написали, что это была тайная вечер. Узнала уже с июня месяца, что это будет совершенно бездарное, сильно затянутое, растянутое, но с неимоверными затратами зрелище. Назовем это все хорошим словом, которое в свое время хорошо обозначил Константин Паустовский – кодло. Но если вы вспомните, вот эта волна жутчайшая, которая, как мы теперь это понимаем, не случайно возникла и началась еще до событий на Донбассе, еще до событий на Украине, она началась в Европе именно сначала с придирок, потом с обвинений, потом с откровенных атак на спортсменов. Елена, рад приветствовать вас. Здравствуйте. Большое спасибо за приглашение. Всегда рады, Елена. События, которые, я уверен, будут еще долго-долго обсуждать, перемалывать, переживать, в конце концов, но и анализировать. Я о церемонии открытия Олимпиады буду анализировать, я уверен, не только вот как сейчас на бытовом уровне, все обсуждают это, естественно, но будут анализировать и историки, и религиоведы, и философы, я думаю, и много-много кто еще. Вот на ваш взгляд, что произошло в Париже на церемонии открытия? Потому что мнения есть полярные. Кто-то говорит, что это искусство и настоит на своем, а кто-то, как совершенно недавно, например, Мария Захарова, представитель МИД России, сказала, что это набат всему человечеству. Ну, я уже сейчас не цитирую более резкие высказывания. Да, давайте разберем сразу все возможности, а потом уже я скажу свое мнение, и можно будет подискутировать. То, что это действительно прокормит целую, я думаю, целую когорту будущих комментаторов, и библеистов, и искусствоведов, и даже просто людей, которые в одночасье возомнили себя эстетами, умеющими отличать Вакха от Гракха или от Дионисия по отношению ко всему остальному человечеству, которые, конечно же, этого делать не умеют, и поэтому должно передать бразды правления и навязывания в кусах вот именно той самой элите, которая считает себя репрезентативнее Папы Римского и всех остальных. Так вот, такие версии в официальных французских СМИ и, скажем, в соцсетях, их несколько. Скажем, первая – ничего такого. Вторая – это провокация. Третья – это деградация, просто нормальная деградация общества. Мы к этому пришли, начиная с мини-юбок, и вот чем закончили с 68-го года мая месяца. Еще одна версия – это атака, открытая атака, объявление войны, поход на… Это самые основные. Среди них, конечно, существуют какие-то ответвления, дополнения и разные детали. Каждая из них, конечно же, имеет право на существование, поскольку невозможно доказать, опровергнуть ни одной пока из них. У меня версия немножечко такая, не то чтобы собирательная, но корректирующая практически каждую из упомянутых. Я считаю, что это был тест. Это был очередной тест. Точно такой же, как в свое время нам устроили с пандемией, когда у людей снова, так сказать, их поставили к стенке и заставили на первый-второй рассчитаться, кто за, кто против, кто сомневается. И вообще, как реагируют? Вот это был тест на определение, до какой степени человечество готово принять, отказаться от своей фактически истории, вот в глобальном плане, не только во Франции. Это был глобальный тест. Это был глобальный тест по практически всему миру, поскольку, как вы знаете, 210 правительства запретили трансляцию вообще. То есть реакция была весьма, я бы сказала, негативная в общем и целом и очень резкая. Тест на то, насколько человечество готово отказаться от своей истории, от своих традиций, от своих каких-то национальных преференций, вообще от национальных государств и просто человеческих традиций, не только национальных, государственных и прочих, насколько оно готово отказаться и принять вот эти постулаты. И я бы сказала уже даже не наставление. Это, конечно же, я не считаю это провокацией, поскольку все это длится очень давно. Ничего нового мы не увидели. Мы просто увидели тех, кто считает себя элитой и пытаются пока еще навязать миру новый порядок, нового мира, которые встали в полный рост и показали себя, может быть, несколько рановато, поскольку я считаю, что тест этот провалился. Человечество оказалось еще не готовым, безусловно, абсолютно безоговорочно и просто по щелчку и по приказу принять вот все это и сказать, да, мы согласны, это наше будущее, и мы к нему готовы. Вот это если описать в двух словах. Но как думаете, вот если принять за основу, что это действительно такой тест, и человечество в большей массе своей, в большей массе, не готово жить с теми нарративами, которые пытались задать на этой церемонии, пока не готово. Вот те самые люди, о которых вы говорите, которые, может быть, рановато стали во весь рост и где-то тут опередили, возможно, свои возможности, они успокоятся на этом, либо же они будут дальше продолжать работать в этом направлении? Ни в коем случае, конечно же, они не успокоятся, они не станут сдавать позиции, они будут биться, как я это всегда говорю, уже много лет, они будут биться до конца любыми способами. Обратите внимание, оглянитесь на истекшие десятилетия, когда это все внедрялось сначала латентно, потом открыто, потом уже агрессивно, и даже всех этих людей, все эти гомосексуальные однополые пары, которые ни у кого ничего, собственно, и не просили, их просто за уши вытянули, на арену, заставили поплакаться и рассказать, как им плохо жилось до сих пор, и всех остальных заставили каяться, каяться, каяться и каяться. Как говорит известная китайская пословица, если вас пытаются завиновать, значит, хотят власти над вами. То есть я считаю, что большинство из участников и исполнителей вообще не понимали, и даже до сих пор, может быть, не понимают, как их используют. А те, кто понимают среди, скажем, тех же людей, которые не, скажем, не совсем разделяют или не разделяют совсем традиционные ценности, и среди них очень много очень умных и благоразумных и порядочных людей, которые прекрасно понимают вот это всю, эту подноготную, которые пытаются ими как, простите, ломом пробить вот эту вот броню, пока еще держащуюся тех самых традиций, ценностей, и как это принято сегодня называть в либераствующем уже совершенно истошно либераствующем мире, всех тех скреп и ценностей, за которые стоят пока еще слишком много людей в разных, в очень разных странах, с очень разными режимами, с очень разными правительствами, понимаете. А здесь я считаю, что общий результат, вот игры еще не кончились, и вполне возможно, мы все-таки увидим того, вот всей этой атмосферы нагнетания, в общем-то, ожидаемого нагнетания, учитывая текущие вообще обстоятельства практически на всей планете, где покажите мне хоть единственное, которое круглое, как мы с вами помним, все-таки не плоское, но даже если бы те, кто верит, то место, куда еще можно, так сказать, ретироваться, чтобы избежать тех самых проблем, которые сегодня касаются абсолютно всех, то есть практически чисто по Булгакову никогда не нужно убегать от опасности красивой побежкой, оставаться на месте, да, и пытаться жить достойно и как-то, в общем-то, защищать то, что вам хочется и можется защищать. Я считаю, что общий результат положительный, в том смысле, что даже те люди, а их было очень много еще, которые сомневались, которые, в общем-то, достаточно, я бы сказала, нелицеприятно относились к тому, что называется комплатизмом, к людям, которые повсюду видят теорию заговора и так далее, несмотря на то, что за последние годы, в общем-то, как об этом уже говорят в открытых эфирах многие публицисты, во Франции острая нехватка теории заговора, потому что каждый из предыдущих, которые имели хождение, оказался реальностью. Поэтому вот те самые люди, которые еще сомневались и не знали, они вдруг увидели нечто, что повергло их в шок и ступор, и что заставило их просто задать себе вопрос, а за кого же мы вписались, или за кого нас пытаются заставить вписаться. То, в чем были абсолютно единодушны практически все французские аналитики, публицисты, журналисты, не только консервативного толка, но даже и очень либерального и весьма политкорректного, это то, что Франции насильно, можно сказать, вот знаете, как нашкодившего такого щенка, потыкали носом и показали вот это вот обязательное для всех будущее, понимаете, вот которого в принципе по сути вообще-то у всех этих людей, которые нисколько не репрезентативны для наибольшей подавляющей части и французской нации, и вообще всех европейских, поскольку европейские страны прекратили трансляцию, как вы понимаете, это само за себя говорит. Этого будущего-то у них как раз нет. И это настолько очевидно, что сегодня вот целая армия, как я это назвала, армию спасения, срочно по методичкам была брошена на отмывание смыслов, слов и смыслов, понимаете, во всех возможных ипостасях, и что картина не та, и что истолковали неверно, достали малоизвестного художника, и вот, понимаете, это все бесконечно уже идет, но дело-то в том, что первые же минуты Олимпиады, даже до этого, засветились сразу несколько весьма себе уважаемых и политкорректных французских телеканалов, которые прямым текстом так и написали, что это была тайная вечера, плюс ко всему на сайте олимпийском и на английском, и на французском языке красовалась вот эта программа, в которой была объявлена, потом эти твиты и сайты пытались корректировать, но скан против скана не попрешь, понимаете, против скана нет приема, поэтому, конечно же, это все может успокоить столько вот такой, знаете, мечущуюся еще прослойку псевдоинтеллигенции, которая пытается еще удержаться, как за соломинку, вот за те надежды, которыми их десятилетиями заманивала и питала, вот как крохами с барского стола, запад, вот коллективный общий запад, у которого сегодня, как вы понимаете, случилась вот большая, большая, я бы сказала, пробоина. И тот факт, что, знаете, даже не только парижские шутники отметили тот факт, что исполнение Селин Дзьон в конце церемонии в некотором роде весьма двусмысленно прозвучало, поскольку Титаник-то уже погружается, и она снова поет, так сказать, на палубе вот этих игр. К играм, конечно, это не имеет никакого отношения, это чисто идеологический и политический прием, который вот был использован, но навернулся. Вот часто со своими гостями в этой программе мы задаемся вопросом людей, которые живут в Западной Европе, в том числе и во Франции. Мы прекрасно понимаем, что люди – это люди, да, и кто сейчас у власти – это тот, кто сейчас у власти. И у них совершенно, как выясняется, разные интересы. Но вот даже из того, что вы говорите, и по реакции французской прессы и французского общества, мы видели марш христиан, например, да, ведь на такой же марш могли выйти и мусульмане, которых во Франции сейчас очень много, я думаю, потому как речь не только об Иисусе, а вообще о мировоззрении. То есть, и вот выясняется, что не все потеряно, но так. Да, вы знаете, во-первых, это не то, что выясняется, но те, кто внимательно следил и вообще хоть как-то интересовался политикой, как известно, человек – животное политическое. Прекрасно это понимали. У меня даже была статья, которая называлась «Мусульмане спасут мир», поскольку вот те самые традиции, которые сейчас крайне левые, вот ультралевые пытают, которыми все, крайне левая часть, весь блок вот этот идеологический пытается категорически расколоть на мелкие осколки не только Францию, но вообще Европу, они оказываются вообще в очень двусмысленном положении, поскольку с одной стороны они пробивают вот эту неконтролируемую миграцию, которая, как вы понимаете, теперь это уже не секрет, это уже не табу, это разрешено говорить открытым текстом на всех телеканалах, ползучий, уже даже не ползучий, а такой марширующий, чеканящий шаг, политический исламизм. С другой стороны, вот все те мусульмане, которые сейчас присутствуют не только во Франции, в Европе, категорически, как вы понимаете, не одобряют и не могут одобрять всего того вот всей этой либертианской, простите, вот просто я даже выбираю термин, чтобы не слишком грубо сказать, но все-таки точно оказаться, скажем, назовем это все хорошим словом, которое в свое время хорошо обозначил Константин Паустовский, кодло. Вот это все, что вы показали и что в последнем номере вы, только что вышедшем Шарли Эбдо, небезызвестный, уже известный, ставший своему миру, сказал, что закрытие будет еще похлегче. И картинка там, если вы поинтересуетесь, просто на грани приличия, но, в общем-то, эта Олимпиада ее заслуживает. Здесь уже есть по-русски хорошее выражение, все делается через другой проход. Вот там эта картинка все наглядно показывает, какое будет закрытие и чего следует ожидать. Я, конечно, не думаю, что там что-то подкорректируют. Я больше чем уверена, просто без малейшей тени сомнения, что организаторы и некоторые из исполнителей прекрасно знали, что они делают. И на это показывает также и подбор участников Олимпиады, которые, каждый из них засветились практически во всех тех вот этих комплатистских даже теориях и со знаками. Понимаете, вот сам господин президент Макрон очень любит иносказания, и очень любит такие, знаете, двусмысленные и малопонятные намеки. И еще в 2020, если не ошибаюсь, прямо буквально перед самый разгар или перед самой пандемией у него была очень многозначительная фраза, когда он заявил, делая такой, знаете, завалированный взгляд с экрана всех телевидеров, что «зверь здесь», после этого добавил «зверь событий». И все это очень долго и очень муторно и очень, в общем-то, надрывно толковалось всеми, кому не лень, и сторонниками, и совратниками, и оппонентами политическими. Что он этим конкретно хотел сказать? Какого зверя он имел в виду? И зачем вообще он это говорил? Поскольку, в общем-то, ни к обстоятельствам тогдашним, ни к, в общем-то, к общей ситуации это как-то мало очень клеилось по смыслу. Поэтому, когда, если разобрать подетально некоторые из заявлений вот всей этой маленькой когорты, мнящей себя мировой элитой по разным причинам, и постоянно балансирующей на грани, вот жонглирующей символами, которые, конечно же, видны и, конечно же, считываются просто образованными людьми, не говоря уже о людях, которые очень внимательно за всем этим следят. Так вот это вот получился весь такой букет, который сам себя, в общем-то, подставил, поскольку ему теперь невозможно отступить, отыграть назад и сказать, что вы нас неправильно поняли, ничего этого не было, и вся эта символика случайна. Как, например, в «Тайной вечере» позиции каждого персонажа были настолько чётко и точно просчитаны, что сказать, а мы не знали, мы не хотели, им получилось случайно, что мы, извините, что мы обидели, знали, хотели, и добились именно того, чего хотели. Не хотели посмотреть, сколько, как это пройдёт, прокатит, и насколько. И сколько ещё из людей готовых вот просто на первый-второй рассчитаться по этому принципу и зиговать новому порядку или просто отойти, так сказать, в размышлении, наблюдая, либо совершенно категорично отступить и уйти в сопротивление. Вот что они хотели, собственно, и выяснить. То, что я не знаю, что получили или нет, то, что они не отступят, это однозначно. Они это сделают как всегда, как со всеми абсолютно их начинаниями. Они отойдут и будут заходить с другой стороны, с флангов, сзади, спереди, я не знаю, откуда получится. Посмотрите, я должна напомнить, как произошло само создание Евросоюза, который ещё в 50-х годах, как вы знаете, Соединённые Штаты Америки делали исключительно под себя, под собственный рынок и для лучшего контроля над Европой. Все тогдашние брюссельские инстанции формировались и вообще просто по кубикам сделались американцами, американцами-дипломатами. В то время уже все сотрудники Евросоюза имели колоссальные зарплаты, которым завидовали даже дипломаты высшего уровня, потому что эти люди, и было бы понятно, что они никогда не захотят отказаться от этих ништяков и будут проводить ту политику, которую от них потребуют, которую им, в общем-то, навяжут сверху. И когда Франция в своё время, как вы знаете, проголосовала референдумом за невступление в Евросоюз, а потом вдруг оказалась в Евросоюзе, где, в общем-то, ни одна... Евросоюз – это большая такая Вавилонская башня, которая и нацелена на уничтожение национальных государств, национальных культур, национального сельского хозяйства, вообще всего того, что может иметь отношение к нации, к традициям, к каким-то осознаниям историческим себя. Я не помню, говорили мы с вами в последний раз или нет, были уже даже приняты целые декреты о том, чтобы переписать учебники истории для всех стран Евросоюза, где должна быть выложена версия вот такая антиколониальная, что все страны Европы должны платить и каяться за их колониальное прошлое, в котором ничего хорошего они не принесли колонизируемым, но были только колонизаторами по принципу упростить всё это до хижины дяди Тома, совершенно не разбираться, что было хорошего, что было плохого. Белый европеец плохой, темнокожий любой представитель, любой хороший, ему всё можно, ему всё зачтётся, ему все должны. Вот такая вот элементарная версия, она практически открытым текстом, висит, кстати говоря, открыто на сайте Евросоюза, но как и Вавилонская башня, по смыслу, которая, как вы знаете, история библейская, вечная, и переиграть её уже не получится, конец у неё будет точно такой же. Сговорится все разные страны, где датчанин вдруг 6 месяцев будет решать, какие персики выращивать французу, а что не выращивать, а какие вообще закрыть, я не знаю, какие-то отдельные сельскохозяйственные угодья, а со всем этим мы ещё и навяжем каждому извне вот ту самую карательную экологию, о которой уже тоже говорят, которая вообще просто закончит, прикончит все национальные сельские хозяйства, после чего мы, это они уже сделали, кстати говоря, подсадили на пособия вечные вот эти вот фермеров, которые очень поздно, в общем-то, поняли, как их отыграли, в общем-то, как их переиграли, и несмотря на то, что они поняли, началась вот эта заваруха во Франции со всеми остальными событиями, с распуском ассамблеи, то есть полный-полный бардак и хаос, на подавление которого случись что-то ещё серьёзнее, скажем, из того, что уже случилось, потребуется ввод военного положения и закручивание уже последних абсолютных гаек. Вот этот вариант, я считаю, не стоит упускать из виду, поскольку в данный момент у Евросоюза и Соединённых Штатов, которые сейчас занимаются собой, всё пошло не так. Всё идёт не так, и здесь уже, будь вы верующим человеком, неверующим человеком, здесь уже, опять же, вспомним, Михаил Афанасьевич, не кажется ли вам, что всё-таки распорядился до ситуации кто-то другой, совсем другой? Посмотреть бы в глаза этому другому. Послушайте, чуть-чуть отвлекусь от Олимпиады. Недавно же во Франции были выборы, французские выборы, где президент Макрон, во всяком случае, его политические силы проиграли с разгромом. И, в общем-то, как вот так вот устроена вот эта политическая система французская, ну, чтобы было понятно, вот если это возможно. Вроде всё. Тогда все писали, ну всё, и Макрона уже больше, собственно, как бы нет в политическом смысле и так далее, и так далее. А тут смотришь, всё хорошо, всё как было. Да, но если вы помните, ещё даже после жёлтых жилетов, когда он там буквально потерял три килограмма от тревога в ближайшие дня, тоже ему прочили скорый конец. И в его посредничестве, когда он пытался играть сильными мира всего между Трампом и Путиным, он пытался вставать на цыпочки и хлопать всех по плечам. Я всегда очень люблю эту сцену вспоминать, её многие забыли, а зря. Амбиции господина Макрона, как это изначально, в общем-то, было понятно старым наблюдателям, превалируют, собственно, даже над амбициями тех, кто его на этот трон посадил. Поэтому в какой-то момент он и вышел из-под контроля. Вот что касается этих выборов, как это устроено. Если в двух словах это очень умно устроено, а с другой стороны очень просто, как в песочнице детской, против кого дружим. Если нужно кого-то, если ни одна из партий не получает абсолютного большинства, она не может его получить, поскольку пресса европейская, в частности французская, на 99%, ультралевая и вот так вот закрученная, и это не секрет. Вы посмотрите, кем финансируется газета Le Monde, газета Figaro. Это же официальные данные. Посмотрите, вам станет всё понятно. Поэтому все журналисты к ноге. И демонизация той партии, которой ни в коем случае нельзя дать, подпустить даже близко к власти, которую пугают тем же самым Путиным вечным уже. У нас просто Путин, по-моему, всесильная личность, поскольку что бы ни случилось, как вы понимаете, уже здесь даже не ищут никаких более сложных путей. И всё забивается одной и той же, уже просто такой уникальной, универсальной, я бы не знала, мухобойкой Путин. Я думаю, что воду в сене, это же тоже он. Ну, это само собой. Тут даже уже просто, вы понимаете, это уже... Трекланисты никак не могут стартовать. Тих пор, как я пишу, я постоянно это повторяю. Избыток, вот перенасыщенность, перебор каждой пропаганды, это всегда обратный эффект. То есть уже люди не реагируют. Ну, это ещё в старых притчах и даже в старых детских сказках про мальчика, который кричал «волки-волки», в общем-то, всегда кончается одинаково. Люди как-то вот очень не любят вообще вспоминать народную мудрость. Она, может быть, в веке искусственного интеллекта кажется слишком простой, но она же основополагающая. Никто ещё не переиграл, не переплюнул и не переговорил Библию. Знаете, всё то, что было предсказано, оно и будет. Вот Вавилонская башня Евросоюза может иметь только один конец. И всё остальное будет вписываться в те же самые рамки, которые вот за неуважение просто платят. И выборы эти были очень просто. Нужно было задемонизированные партии Марин Лёпен и Жордана Барделла, которые, знаете, как страшилкой забивали мозги. А до этого эти мозги размягчали 30-летиями хлеба и зрелищ, чтобы люди поглощали. Вот зачем нужна была вся эта миграция, вот эта серая масса, совершенно размытые не только границы, которых давно уже нет, но вообще просто какое-то национальное сознание, история, культура национальная. Это же всё практически стало негласным табу. И нужна вот эта вот заполонившая всё, послушная, в общем-то, абсолютно не вникающая ни во что и не принимающая, не адаптирующаяся к историческим традициям той же Европы или каких-то отдельных европейских стран. Масса серая, понимаете, которая на то и нацелена, чтобы она работала за копейки и потребляла. Это всё очень просто, кстати говоря. И та же тенденция, в общем-то, хоть и сдержанной, я бы сказала, о сдержанном обравлении по многим причинам категоричным, тоже тенденция в молодёжи практически всех стран. И в России, и я уверена, в Беларуси есть часть населения, которое давно уже, ей давно уже, так сказать, ещё со времён нашей перестройки, когда нужно было зарабатывать и, в общем-то, достаток был в первую очередь необходимой величиной, чтобы получить какое-то общественное уважение, социальное уважение. Его достаток именно такой вот видимой, глянцевой, а не, скажем, библиотека. Моё поколение ещё было взросшено на тех, на каких-то совершенно других ценностях. Когда вы приходили к кому-то, первая ваша оценка – это была какая в доме библиотека, какие книги. Этого давно уже, так сказать, ну, я не скажу нет, оно ещё есть, оно ещё, кстати говоря, и на Западе есть. Но вот это всё привело десятилетиями, тихо и незаметно, как та лягушка, которую варили, к тому, что не готово было население самостоятельно разобраться, кто хороший, кто плохой. Поэтому демонизация вот тех партий консервативных, которые упорно говорили, посмотрите, что вы делаете, посмотрите, что делают с вами, постарайтесь как-то прийти в себя и сообразить, что вам предлагают, куда вас пытаются привести, к какому обрыву и куда вы рвётесь так незаметно. Кто-то там из Украины за тружевными трусами, кто-то был. И вот, понимаете, вот эта вся раскачка, она ведь шла повсюду, не только по периметру бывших советских границ, но и повсюду, и в Европе, в общем-то, всё, как вы понимаете, нерушимых бастионов не существует. Поэтому рано или поздно всегда это всё проникающая идеология. Поэтому часть населения всё-таки оказалась не готова самостоятельно понять, особенно если посмотреть на французский сегмент, то это люди, в общем-то, достаточно зажиточные, люди, которые не ощущают в каждодневной жизни вот тех неудобств, которые в данный момент свалились на... не свалились просто даже, а просто завалили уже постепенно вот этими всеми проблемами среднестатистического француза. Просто средний класс, который вывозят на себе и уже не в состоянии вывести всё то, чем его, в общем-то, завалили десятилетия социалистического правления Франции, да, вот эти вечные пособия нелегальным мигрантам и бесконечные вот эти вот ништяки людям, которые вообще ни на что не имеют права претендовать с точки зрения элементарной справедливости. Они нигде не работали, ничего не заработали, понимаете. А в каком состоянии оказалась Франция за эти годы, начали понимать даже те, кто раньше просто вот двумя руками голосовал за самые, в общем-то, примитивные, я бы сказала, но очень падкие такие, на которые очень падкий народ, такие псевдоценности, равенства и братства, которого в результате и нет, и не может быть, потому что инженер, извините, получившись, отучившийся, я не знаю, 5-7-10 лет доктора в университете, абсолютно не равен и не эквивалентен нисколько человеку, который вообще нигде ничему не учился, но желает иметь одинаковую с ним зарплату. Понимаете, это все очень просто вот объясняется, но это должно было исключительно вот понять, быть понятым на собственном опыте, поэтому и пошел вот такой рост тех людей, которые встают к Франции, которые встают рано, в 5 часов, трясется в общественном транспорте, который ходит через раз, и в котором личная безопасность уже не обеспечивается практически никем и нигде, не говоря уже об остальных прелестях французской жизни последних лет, я не буду цитировать здесь какие-то, скажем, криминальные сводки, цифры, которые ужасающие, которые теперь можно... Ну, сводки, цифры, они, знаете, очень показательные хотя бы на той же Олимпиаде, да? Вот я не помню, допустим, ну, может быть, кто-то помнит Олимпиад, где столько вот буквально с первого дня, да еще не началась, она там уже пошла, кражи, грабежи и так далее, то есть, ну, причем у таких людей воруют, что в старые времена воры, когда узнавали фамилию, допустим, могли еще и вернуть, но тут речи об этом нет. Про Олимпиаду все-таки еще спрошу, церемония открытия уже состоялась, да, вот мы вначале говорили о том, что ее еще, уверен, будут долго обсуждать, понимать, осмысливать, что это было, как и зачем, но скоро ведь церемония закрытия. Уже мы знаем, что, ну, к примеру, из того, что уже известно, премьер-министр Словакии не поедет на церемонию закрытия. Буквально недавно Эрдоган, сославшись на внучку, которая уговорила его не ехать, сказал, тоже, ну, внучка попросила не ехать, дедушка, я согласился, то, ну, в общем, смысл в том, что не приедет, и я так думаю, это только начало, еще же время есть. Так вот, если представить, что открытие это была своего рода затравка, стоит ли ожидать некой жирной точки, вот именно церемонии закрытия? Ну, я думаю, что до церемонии закрытия еще может произойти целый ряд совершенно неожиданных и непросчитанных моментов, поэтому уже окончательно, так сказать, давать гарантию. Или же будут сейчас уносить резкие коррективы, посмотрев вот на реакцию? Здесь, я, так сказать, не состою в Олимпийском комитете. Я думаю, что коррективы обязательно будут, чтобы во второй раз не навернуться с той же силой непременно, и при этом сохранить лицо. Вот сейчас очень важно сохранять лицо, поскольку лица-то все меньше и меньше, а случаев его не сохранять просто уже вот это снежный ком, просто целый вал получается. Но я еще раз говорю, что церемония прошла, можно сказать, почти без соринки, без задоринки, учитывая то, что колоссальное количество и армии, и полиции с земли, с воды, и с воздуха все это контролировало и до сих пор контролирует, это что силы быстрого реагирования были отозваны практически из провинции, людей лишили отпусков, пообещав колоссальные премии и все такое прочее. Тем не менее, все эти люди работают на износ, у них тоже есть, так сказать, определенный человеческий фактор должен быть учтен к тому, что будь то теракт или любая какая-то непонятного назначения, вот провокация, стопроцентной гарантии они обеспечить не смогут, и никто не сможет, и нигде, и никогда, понимаете. Вот это не надо забывать, потому что игры-то начались и проходят, а то, что в любой момент может произойти нечто, что просто обнулит, я бы сказала, так называемый успех, вот среди тех, которые считают, что это был успех, поскольку все-таки прошло открытие, никто никому не помешал, уж какие там конкретные у людей остались впечатления, это другой вопрос. А то, что какое-то совершенно никем не предвиденное или предвиденное такое вот ожидаемое со страхом событие еще может произойти, я этого нисколько не исключаю, и которое изменит вообще категорически весь расклад. Вот было же, как вы наверняка знаете, предположение, что если вдруг риск террористической реакции на открытие будет слишком велик, открытие пройдет в другом месте, которое не обдородует. Так что закрытие может получиться то же самое, открытие прошло там, где намечали, закрытием может все случиться, а может быть и вообще случится нечто, тем более после совсем свежих событий на Ближнем Востоке, вообще непонятно, куда завернет и как вывернется из этой ситуации. Будем надеяться, что все-таки обойдется без жертв, и что закрытие, каково бы оно ни было, грандиозное или совершенно помпезное, или совершенно какое-нибудь безвкусное очередное, я не знаю, очередной перформанс или инсталляция, все-таки пройдет без жертв. Это единственное, на что можно надеяться, потому что остального вам никто не скажет, за исключением тех, кто что-то планирует в этом плане. Я прекрасно понимаю, что вы не в оргкомитете, и я тоже, мы можем лишь только предполагать, но опять же предполагать, основываясь на наблюдениях и выводах, которые можно, в принципе, уже сделать после первого дня, и тем более такого первого дня. Вы знаете, вот боюсь показаться, может быть, даже банальным в своих суждениях, но во всей этой истории обиднее всего за спортсменов, потому что, вот смотрите, Олимпиада идет, но если вспомнить все предыдущие подобные спортивные форумы, в первую очередь всегда в первых строках новостей было, кто-то установил там рекорд, кто-то побил предыдущий рекорд, а кто-то там что-то великое сделал именно как спортсмен, и всегда следили за этими новостями, а сейчас новости спорта, они, ну, отошли на второй план, и то, ради чего, собственно, это, в принципе, задумано и проводится, ради того, чтобы спортсмены могли демонстрировать свои успехи или не успехи, и чтобы мы могли за них болеть, переживать и так далее, и так далее. Вот же что такое спорт, да, и непредсказуемый спорт, и это то, что самое интересное. Вот это все как-то ушло на второй план, и об этом говорят мало и в историю, как мне кажется, эта Олимпиада войдет как Олимпиада, нигде кто-то, опять же, улучшил какой-то рекорд, тот побил старый, совершил какое-то невероятное спортивное событие, а будут говорить, ну, Олимпиада, ну, помните, вот там открытие еще такое было вот, ну, я сейчас выдержусь от эмоциональных обительств, ну, вот такое вот открытие, помните, вот это вот в Париже, а вот так это вот Олимпиада, а вот мне бы хотелось все-таки, чтобы эту Олимпиаду, любую Олимпиаду запоминали через имена спортсменов, а не через то, как это все происходило, ну, как в данном случае на стриме открытие. Вот за спортсменов обидно, потому что для них это целая жизнь, и они подчиняют свою жизнь Олимпийскому циклу и пытаются выйти на пик формы к Олимпиаде. Вот тут вот, вот как-то так, к сожалению. Да. Ну, будем надеяться, да, что время еще как бы есть, Олимпиада идет, и может быть действительно что-то произойдет именно в спортивном плане, что-то такое грандиозное, что может быть даже заставит где-то и подзабыть эту церемонию открыть. Ну, вы знаете, я бы еще сказала такую вещь, как мне кажется, это очень важно. Конечно же, спортсменов обидно, конечно же, жаль для тех. Спортивный век, как балетный век, очень короткий, мы это знаем, и что спорт, как сказал один известный российский спортсмен в свое время, он вовсе не улучшает, а разрушает здоровье, а эта физическая культура улучшает, да. Но тем не менее, вот что у меня возникает ситуация, ассоциация несколько неожиданная, может быть, которая вам покажется, тем не менее, я считаю, что она, это прямая ассоциация с тем, что я, например, знала абсолютно до самого начала, я была больше, чем уверена, в каком ключе пройдет, без деталей, конечно, что там тайный вечер или нет, я в каком ключе пройдут все вот эти вот показушные мероприятия по поводу открытия, но я абсолютно точно знала уже с июня месяца, что это будет совершенно бездарное, сильно затянутое, растянутое, но не с неимоверными затратами зрелище, потому что 6 июня, в день высадки союзников, я очень внимательно просмотрела вот всю эту церемонию, вы наверняка тоже видели хотя бы куски из этой церемонии, которая прошла на побережье Франции в свое время, и вот меня была не поражена, не буду преувеличивать, это тоже было ожидаемо, но в общем-то, я даже не знаю, как описать свое чувство, это вовсе не злорадство ни в коем случае, я больше живу во Франции, чем прожила в России, несмотря на то, что я коренная москвичка, я больше 35 лет живу во Франции, прекрасно знаю, что в каждой стране определенное количество, скажем, умных, хороших, порядочных и честных людей примерно одинаковое есть, а вот то, что все эти люди оказались в заложниках сейчас, так же, как Палестина у Хамаса, я надеюсь, вы не вырежьте этот кусок, поскольку у меня моя позиция в этом плане никак не соответствует абсолютно позиции моей страны, моя страна – это Россия, прежде всего, но тем не менее, я очень люблю Францию, поэтому это не злорадство, но это констатация очень важного, я считаю, факта. Вот эта церемония высадки союзников, на которую, как вы знаете, не пригласили ни Россию, ни Белоруссию, и которая прошла точно таким же парсом, которая была затянута, нудна, напоминала, простите, если вот молодые люди, может быть, не совсем поймут, но люди моего возраста точно вспомнят такую, знаете, жековскую самодеятельность, понимаете? Вот уровень всего того, при тех вложениях колоссальнейших средств, как это было сделано, мы, простите, в пионерских лагерях в своё время делали лучше, потому что у нас были какие-то более талантливые, что ли, режиссёры, руководители, более интересные задумки были воплощены. А вот то, что я смотрела, ту церемонию я просмотрела просто вот от и до, просто вот как заворожённая, потому что меня поразил тот факт, что Россию, как основного победителя фашизма, не пригласили на эту церемонию, и тем не менее оказалось, что именно Россия присутствовала практически в каждом прямом эфире всех радио- и телеканалов, во Франции, потому что в каждом шашлычке журналистском, который сделали, чтобы проводить трансляцию, находилось сразу несколько людей, которые напоминали об этом, говорили, ну как же так, всё-таки русские, всё-таки Россия, всё-таки вот такие жертвы, вот такие цифры, вот такие факты, как же вы могли практически на всех каналах, я только успевала переключать, чтобы посмотреть самые политкорректные, воздержатся от упоминания о русских и вот прямо, и начнут переписывать историю прямо с этого момента или нет. И представьте себе, Россия присутствовала, зримо или незримо, больше, чем те, кто там находился физически. Поверьте мне, если это пересмотреть сейчас всё, а я думаю, что это всё, конечно же, осталось в аналог, это можно будет посмотреть только на самой церемонии, где произошло сразу несколько, в общем-то, достаточно, я бы сказала, жалких эпизодов с прибытием Зеленского, с его нашёптыванием американскому одному из ещё живущих ветеранов, которые высадились в своё время, которые пришли, так сказать, умирать, как им говорят, за Францию, и всё равно всё было пропитано, пронизано вот этой мыслью о России. Поэтому эти Олимпийские игры мне сразу же напомнили, во-первых, уровень, несмотря на грандиозность размаха, вот эти все фейерверки, вот эти все, опять же, оставляем в стороне трактовки, но Россия, опять же, как недопущенная и неприглашённая, всё равно как-то где-то присутствует, потому что люди ещё не вымерло, не выдавили ещё вот это поколение, которое помнит и бывшие игры, и предыдущие игры, и всё это вместе, понимаете? Отравленный получился, отравленный пирожок-то получился в любом случае, они же… Вы и убились, вы и убились. Ну, вот если всё-таки вернуться снова к Олимпиаде, да, вот представьте, каково даже спортсменам, которые сейчас, сейчас, да, вот сейчас читаю, там, американская сборная по спортивной гимнастике женская, там, бьёт все рекорды там по завоеванию медалей. Но спортсмены, они же нормальные люди в основном, и между собой общаются не как политики. Уверен, что нормально там и общение, и всё такое. И вот каково даже спортсмену, который взял сегодня золото, понимать, что он взял золото там, где нет его главного соперника. А если спортивная гимнастика, то это главные соперники как раз-таки россияне, да и белорусы там тоже сильны. Конечно. И мы туда ведь не поехали ни по своей воле. А если вы вспомните, вот как вы говорите, нету главного соперника. Это же медали для медалиста, она для него даже, я уверен. Ну, где-то он понимает, что да, это здорово, классно, но это вот, вот если бы были все, и я стал первым. Я и говорю, что пирог оказался отравленным для всех. Но если вы вспомните, вот эта волна жутчайшая, которая, как мы теперь это понимаем, не случайно возникла и началась ещё до событий на Донбассе, ещё до событий на Украине, она началась в Европе именно сначала с придирок, потом с обвинений, потом с откровенных атак на спортсменов, на русскую школу, на русскую школу спортивную, бесконечные, с какими-то, извините, уже теперь это можно говорить совершенно открыто, подкупленными, подставными, заслонными казачками, которые там какие-то пробы кому-то передавали. Вот бесконечные вот эти вот невероятные условия, создаваемые именно российским спортсменом, для того, чтобы включить их вот в этот поток общей русофобии, что всё это допинг, не говоря уже о том, что самые знаменитые допингисты, это были всё-таки американские циклисты, велогонщик Армстронг, да, и не говоря уже о многих других знаменитых. Даже на этой Олимпиаде уже руководитель ВАДА, он же, в общем-то, обвинил фактически американское такое же антидопинговое агентство, что там все спортсмены, все что-то употребляют, они так или иначе на чём-то сидят. И это факт. И так было всегда, в общем-то, да. Но я уверен, что вот это его обвинение, оно где-то сейчас вот и затеряется, и забудут про него, а останется то, что вот американцы там брали. Вы знаете, во Франции давно уже говорят, что последние Олимпийские, все Олимпийские игры ещё до этого, задолго до того, как Париж стал вообще номинантом на Олимпийские игры, что все давно уже понимают, особенно вот что касается велогонщиков, ну, не говоря уже о некоторых других видах спорта, так что это не секрет, говорят о том, что, в принципе, соревнуются-то не спортсмены, а химические лаборатории, у кого она лучше, у кого она сильнее. Поэтому, ну, я просто хочу ещё раз подчеркнуть, что вся вот эта вот волна русофобии, которая была запущена искусственно для подготовки почвы ещё до событий на Донбассе, началась со спортивной сферы спортсменов. Надо было абсолютно обезличить и, в общем-то, дисквалифицировать вот во всех европейских мозгах русскую спортивную школу вообще, которая по каким-то параметрам превалировала над другими. То есть началось, а теперь мы видим, тогда это было непонятно, почему вдруг такие нападки, откуда взялся там какой-то, я уже не помню его имени, товарищ, который вдруг начал кричать. Да, и лицо забылось, поскольку он там, да, он там, видите ли, вышел, я не знаю, но тем не менее, тем не менее, вот это тоже показательно. Там, где не можешь победить соперника, задуши его. Да, ну, сегодня имеем то, что имеем. Олимпиада в Париже идёт, да, идёт. Россия и Беларусь официально не участвуют в Олимпиаде, но наши спортсмены там есть, да, в нейтральном статусе, но они всё равно наши, мы всё равно за них переживаем, желаем им побед, естественно, успехов, чтобы они смогли себя проявить, потому что мы все понимаем, ну, насколько для спортсмена это важно, и как его жизнь подчинена вот этому олимпийскому циклу пресловутому. И дай бог им удачи, что называется, на этих играх. Ну, а то, что у нас не транслировалось в прямую эта церемония, тут у нас многие и перекрестились, и слава богу. Поэтому хочется верить только в одно, что вот та проба, о которой мы говорили вначале, та проверка, и вот эта вот лаком своей бумажкой, если хотите, которую окунули в наше общество, она показала такие цвета, что будем надеяться, что вот все люди, которые сейчас измышляют всякое недоброе, что попробовали явить на церемонии открытия, очень сильно задумаются, что, ну, наверное, всё-таки не в ту сторону они зовут человечество. Да, я считаю, что маятник качнулся, качнулся маятник, поскольку даже во французской прессе ещё перед самым-самым вот открытием этих игр уже стали появляться сообщения о том, что в Америке самые крупные корпорации, действительно, которые хотят продолжать получать премию, сворачивают политику в Оксреде. Это уже показатель того, что маятник качнулся. Теперь, сколько его не удёргивают, существуют силы инерции, в том числе политической инерции. Всё, нельзя, если только, конечно, не военным переворотом, всё изменить одним щелчком в так называемом демократическом обществе. Мы теперь наглядно убедились, что такое западная демократия на самом деле, что такое свобода слова. В этом даже надо, наверное, сказать им спасибо за то, что они так сделали. Конечно. Те, кто всё ещё думали, смотрели на этот райский сад через розовые очки, тоже, я уверен, многое увидели для себя и многое поняли. Если ещё не поняли, то посмотрят церемонию закрытия и точно поймут. Спасибо огромное вам, Елена, за этот разговор. Удачи вам. Спасибо вам за приглашение. И нам всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»!